Всем привет! Меня зовут Виталий Лобанов, и сегодня мы подготовили для вас что-то необычное. Мы решили записать серию видеороликов о том, как вы дома можете помогать вашим детям учить английский. Весело и интересно. Начнем сегодня с простой игры, которую мы используем на наших занятиях. Она называется Simon Says. По-русски это Simon говорит. В этом видео я расскажу вам подробно, как же правильно играть в эту игру. Начнем мы с простой инструкции к этой игре, потому что, чтобы играть во что-то, нужно знать правила этой игры. Так вот, в команде используется простая фраза, в ней четыре слова. Simon Says Touch The. И важно перевести эти слова ребенку, чтобы он понимал, что же вы от него хотите. Simon это имя маленького мальчика. Says означает говорит. То есть Simon Says это Simon говорит. Touch, потрогай. The, этот. И вместе получается Simon говорит, потрогай, этот. Ну, какой-то предмет, вы уже догадались. Задача ребенка, когда он слышит команду от вас с каким-то словом в конце этой фразы, найти предмет вокруг себя, дотронуться до него, и самое главное, произнести вслух это по-английски. Потому что, если он только слышит вас, он не запомнит слово так хорошо, как когда он будет его повторять вслух по-английски после каждой команды. Что мы делаем дальше? Мы начинаем подавать команды. И первая, например, фраза будет такая. Simon Says Touch The Door. Мы выбрали слово door, это дверь. Важно ребенку сказать, что door, это дверь, чтобы он знал, что же ему трогать. Ребенок должен найти дверь, дойти до нее, дотронуться и сказать вслух по-английски. Если он этого не сделал, вы просто просите его сказать это по-английски. Ну, то есть скажи, как же это будет по-английски. Либо напоминаете, что door, да, это английское слово. Следующая команда с другим словом. Например, мы возьмем слово table, стол. И вы говорите Simon Says Touch The Table. Ребенок ищет стол, дотрагивается до него и говорит по-английски. Здесь очень важно. Если вы просто даете команды, и ребенок вслух не произносит слово по-английски, он только на слух его и будет помнить. И в следующий раз, когда вы скажете, ну как же это называется? Мы же играли в эту игру много раз. Он не назовет его, потому что вы в игре не использовали тренировку именно произнесения слова вслух вашим ребенком. Что мы делаем дальше? Мы берем еще несколько слов. Но здесь важен порядок того, как вы это делаете. Типичная ошибка взять еще одно слово, еще одно новое слово, еще одно новое слово и еще одно новое слово. И таким образом вы запутаете ребенка, он уже забудет о первом слове, а вы дадите ему уже пятое. Поэтому схема подачи команд будет очень простой. Вы даете команду с первым словом, а потом со вторым. Еще раз с первым, еще раз со вторым. Снова с первым и снова со вторым. И минимум делаете три раза. Тогда ребенок в состоянии будет закрепить слово, потому что он трижды его услышит и трижды его произнесет слух. Только после этого, после шести таких фраз, вы добавляете новое английское слово. И, например, это будет слово «соуфа». Подаете команду с ним, а затем по очереди возвращаетесь к первому и второму слову, повторяя команды с этими словами также. Когда эти слова отработаны, и важно, чтобы ребенок легко их произносил, вы можете добавить еще одно слово, а затем еще одно и еще одно. В каждой игре на наших уроках мы берем минимум 5-6 слов, и каждый раз, когда играем в эту игру снова, добавляем еще одно-два новых слова. Если вы играете в игру ежедневно, то за неделю-две вы можете освоить минимум несколько десятков слов на английском языке, и ребенок сможет их произносить легко и уверенно. Второй важный момент – это темп игры и скорость игры. Важно, чтобы это было энергично, весело, и ребенок мог увлечься тем, как вы это делаете и как быстро подаете команды. Ни в коем случае не играйте в игру «скучно» в формате «Simon says touch the table». Также «скучно» будет выполнять команду, как вы ее и произносите. Если у вас остались какие-то вопросы о том, какие слова еще можно использовать, или непонятно, как проводить игру после этого видео, задайте вопросы в комментариях, мы с удовольствием ответим. Спасибо.